Как предавали вы, члены ваши, воробнической статей беззаконию, на каждую порезу, так и не представшись члены ваши, воробнической праведности, на дела святые. Как так? Сравнение. Апостол Павел – это величайший учитель, просветитель нации, народов, коррепей мысли, философ, психолог. Все, что есть в мире, все в нем совместилось, говорит Иоанн Гратоуст. Мученик – это высшая стадия христианина. Восшествие ко Христу – он мученик. Исповедник – он исповедник, он сидел в тюрьме и возвращался живым. Ты хочешь сказать, есть дар Божий, говорили на языках, он говорит, более всех говорю на языках. И более всех, разумеется. Врачевать – более всех врачевать. Проповеди – больше половины. Книг Нового Завета принадлежит ему 14 из 27. И только в одном месте. Он изошел к тому, чтобы учить людей от обратного. Из опыта прежней греховной жизни, чтобы люди научились извлекать полезное. Я только сейчас закончил еще раз исследование это и нашел, нигде в Библии подобного нет. Ни разу. После это повторяет и широко развертывает Иоанн Гратоуст. Многие писания не знают. Не знают про великих людей мира, про подвижников, ученых, исследователей, таких как Луи Пастер, который тысячи, сотни тысяч людей спас. Иоанн Гратоуст, который дал вакцину от бешенства. И он ее испытывал на себе фактически. Ученые многие, изобретая новые лекарства, подвергаются смертельному риску на себе, испытывая лекарства. Он ртом вытягивал от бешеной собаки слюну. Вообразить невозможно. А лекарства-то не было еще. Вакцина-то не была изобретена. И апостол Павел говорит. Вот как вы, когда умели грешить, а ведь умели же грешить-то. И никто не учил. Вспомните. Какие гуляночки были. А чтобы гулянку-то сотворить-то. Надо поработать. Билеты пригласить. Мы говорим, а с лицом не ударить, да чтобы не хуже, чем у соседа получилось. А чтоб писать. Да не по-последней. Да людям дать на пасашок, когда пойдут. А чтоб не хромать на левую, на правую. А третью выпить Бог, троицу любят. Вспомните все. А вот теперь все-то это перемените на божественное. Как отдавали свои члены тела в рабы нечистоте, греху. Нигде в Библии больше этого нет. Но слово «как», «так» и сравнение «как там» выводит. В Библии встречается тысячи тринадцать раз. Такие данные не мог дать ни один специалист. Мне помогает эта компьютерная техника. Библия, в компьютерной версии, она находит в течение нескольких секунд все данные. Тот, кто изобретал компьютер, никогда, видимо, не догадывался, что мы так им воспользуемся. Тот же такие люди, которые дали пример Павлу, чтобы из прежнего образа жизни, из весь пользу для нынешнего. И я бы до этого не дошел никогда. Янглатаул говорит так. Вот посмотрите, земля, на которой ничто не растет. Пройдите, там у нас есть солончаки. Голая, как кость, белеет, разносится соленая пыль. Там ничего не растет. Резко какая пыль. А если распахать, вообще ничего не будет. А вот крапива растет. Крапива – это признак водородности земли. Потеряете много крапивы. Это означает, если здесь работать с умом, тут много добра можно нажить. Это очень перспективное место, потому что здесь растет крапива. Приехали с края комиссия, земельный комитет, и он первым делом говорит, да у вас же крапива растет. Я говорю, да вы что же, это золото. Я не говорю о крапиве, а что под крапивой. Ну и, конечно, пример апостола Павла. Он говорит, я был более ревностным всех моих товарищей. Ну все знают, должности от такого часа до такого побыл, и домой нет. А он выискивал, где собираются христиане. Расследовал, хватал, тащил. Его никто не принуждал к этому. Но и потом, когда он обратится, будет здорово, будет работать. Если человек, будучи не верующим, ни рыба, ни мясо, ни свежка, ни кочерга, то и обратиться к Богу от него многого не дождешься. Вот я замечаю у меня детский лагерь. Есть активные, ребятишки, активные на изобретение зла. На добро мне этого пока нет. Но только начинаешь с ним работать, что-то показываешь, деятельность какой-то, на добро. Он сразу переходит на несколько ступеней на добро. Очень быстро. Он растет прям злодей, видно, разбойник растет, ваши деревенские дети. Но несколько дней пробыли, он, устав, ухватывает, уже других начинает опережать, быстро работает. Как так ты успеете перехватить инициативу дьявола? Вот Моисей, воспитывается в доме фараона. Мы не знаем, какова его жизнь, но ревность его показывается при первом посещении народа Израиля. Что он увидел, и египтянин бьет евреев. Хотя сам он наследник престола, а охранник, надсмотрщик охраняет устои государства, он мгновенно вступился на защиту его, да мало того отнял, убил. Убил и тут же здорово ему. В дальнейшем он будет погребать тысячи в земле, живьем Барда Бана Лерона Кореи отправит. Он будет перед фараоном рисковать жизнью и выведеть ревностенным кипелом. И вот брата, он священник. Мы не знаем, какой он был. Ни одного случая не описывает Библия, какой он был до того времени, как вышел народ. И дальше он тянется и не поймешь, он верующий или не верующий. Моисей на гору ушел, а он успел в это время золотого текста вылететь. Ведь Аарон вылетел. Аарон ввел в грех, и Бог ему это напомнил, когда пришло время расставаться с жизнью. Вот как так им взять за основу? В сегодняшнем вверхе Священного Писания говорится об этом. Я подумал, а женщину, например, можно где-то взять? Мария Мудолина. Мы тоже не знаем ее прошлую жизнь. Как она работала, какие заведения обслуживала. Но жизнь ее была греховная. Это однозначно. Ибо Господь изгнал из нее семь духов злых. Никто не знает, что это семь демонов было в ней. Или семь страшных смертных грехов. Пастернак пишет то, что она обслуживала римских солдат. Ну, кто как понимает. Поэты они выдумывают многое. Но во всяком случае, она в дальнейшем дошла до императора, как гласит, в предании ее жития. Она всюду свидетельствовала. Она говорила. Она искала. Еще пример. Светлана. Фатина. Саморединка. У колодца. Как она мгновенно тело переменила. У нас же женщина второй раз выходит замуж. И то уже смотрят на нее. На-то второй раз вышла замуж. А у этой пять мужей была. Она активная была в грехе. Но я обратилась, она пошла. Она свидетельствовала всюду. И сын ее Виктор, воин обратился. И что, может быть, кто-то засомневается. Но в житии написано так, что и она погибли в колодце. Ее бросят туда. Вот как ты сам, в прежней жизни своей, ревностный был. У тебя легко заводились связи с безбожниками. Ты любишь торговать. Кому неверующих не увидишь, у тебя уже улыбка на лице. Примени это все в деле Божьем. Научись с твердящими легко входить в контакт, проповедовать, свидетельствовать. Ну ты знаешь, это тоже талант. В другом запуте к нему не подойдешь. Более раскрепощенные, открытые, это милиция, врачи, журналисты, которые со всеми людьми общаются. Вот когда из них обращается человек, он делается ревностным. У меня знакомый был один. Когда меня арестовали, то подполковник сидел и говорил, вот, нашел у меня, о нем написано об одном человеке, как он в моем доме обратился. А он семь лет работал следователем КГБ. Какого человека у нас увели и погубили? А он теперь в пещении после КГБ. Он ревностный. Я на практике могу показать. Люди, которые были там ревностные, в сектантах, и обращаются сюда, они и здесь ревностные. Они пишут книги, они свидетельствуют. Такие были, вот погибший Григорий, бывший Геннадий Яковлев, отец Геннадий Пас. Как такие? Они все знания свои тамошние применились здесь, против сектантов. Я подумал, а в большей древности там, в начале христианства, были ли такие? Мне всегда очень жаль Магомета, основателя мусульманства. Он был очень ревностный. Кто считал Коран, тот подтвердит это. Но они Корана-то не знают. Там нет того, чтобы убивать и прочее. Это все придумали. А ведь он мог быть христианином. Он весь Восток мог обратить, если бы монахи не прятались по монастырям. Если бы его достигло весь. Он боролся против многобожия, а это было в основе христианства. Почему нигде у нас... О христианах-то правильно не говорится. А какие-то у него обрывочные сведения о Христе, о Марии, это Мария Анна ее назовет. Упустили. Нам нужно видеть этих людей. Могу сказать, что если человек занимает должность и не боится других, как Иосиф Алимапевский, то когда он обращается, он делает церевность, он идет к Пилату, просит тело Иисуса. Когда я в 80-м году сидел здесь, в местной тюрьме, меня неоднократно вызывал Александр, начальник тюрьмы, полковник. И все раз спрашивал, а как это вечно? А вот умрет человек, а как это воскресенье? А как вы это смотрите? И мы после, он ушел на пенсию, поддерживали связь. И жена его говорит, что он исповедался и умер, как христианин. У него исключительное было ко мне доброе отношение. Мы перезванились, поздравлялись с праздником друг друга. Я не знаю, какую роль сыграли мои слова, но я точно знаю, что когда апостол Павел свидетельствовал о Христе и обратился в стражник Степан, где посидел он у нас, этот стражник был ревностей. Ему было дано приказание сохранить этих узников. А он их заковал в колоды и в обутрии темнице. Это шизо, в тюрьме там еще особая локалка есть. То есть он был очень ревностный в исполнении законов правительством. Но когда он обратился, дом его сделался пристанищем для узников, для проповедников. И апостол Павел упоминает его, я его крестил. Больше не знаю, кого крестил. Дом Степана. Мы находим в священном писании это слово, и оно больше нигде не повторяется. Как, так и, каким был грешен ты, будь не худшим в христианстве. Но это принял Киприан Карфагенский. Это был не просто колдун. Ну, потому что одни колдуют на севере по-своему, на юге шаманят по-своему, цыгане знают свои какие-то. Этот все исследовал. Он узнал, вы не эпохиры, могут заговаривать вместе, сразу едят сюда. В Египте своя мудрость у чародеев, он едет к кончаю. В другом месте говорят, как сейлоне, там гилеры лечат. Он пошел, там все узнал. У него около двадцати лет ушло на исследование бесовской темной силы. Но когда он обратился к Богу, вот здесь он показал всю ревность о чистоте церкви. И будет мучеником за Христа. Я его как раз отношу к тем людям, которые на практике показали, что прежняя ревность угнетенного духа, они ее в радости спасенной души вознесли до Бога. Был такой Моисей Мурин, разбойник, о котором я вчера говорил. Он был очень ревностный возле, но и когда обратился, он поразил целую пустыню. Он день и ночь трудился, неимоверную свою силу, богатырскую, он применил на служение отшельникам. Он другого не знал. Думаю, что если бы его монахи не заразили этим монашеским учением, не поразили бы, он совершил бы величайшие поступки, проповеди в мире, обратил бы многих разбойников, у него доступ был. Бывший наркоман, работая среди наркоманов, приносит огромный поезд. Он говорит, вот как я утонул, этот первый укол, как я из кайпа выходил, как я не мог, как ко Христу обратился. Он знает, что это такое. Пьяница, работающий среди пьяниц, имеет успех. И он говорит, никакие тебе травы, запарки, вшивания не помогут. Вот как ты пил, так плачешь. Пожертвуй все, подсчитай, сколько ты туда отдавал. Эти деньги тебе не продержать сверхдесятину, отложи все, что ты пропивал. До единой копейки. Так служи тебе к добру. Как вы собирали ревностно на гулянку, а после того надо убирать, сколько еще они тут переблюют все. Вот так обратите все на дела праведные. Собирайте людей у себя дома, занимайтесь. Да у вас чистый пол останется. Комната осветится, как говорят, на моленную. А мы скажем, на проповеданную. Характер Ефрема Сирина был спутчивый, невоздержанный. Благо Богу, что сохранила эта история. Сегодня бы, если писали жития его, этого бы не было известно. Вот новые люди, которые сейчас есть, хотят канонизировать. Ян Кристианкин, Николай на острове Долит, которые... Ну и уже нашлись житописатели, которые были с ними, написали. Какую-то иродию Матрону. И отдают комиссию, которая проверяет, как написано жития. И вернули на доработку. Почему? У вас слишком много говорится о том, что она обличалась священников. Это не пойдет. То есть это стилизация житий. Подгонка. Она обличала, так и говорили. Святой, теперь уже святое, встал днем и говорит, кто-нибудь приходил. Он говорит, приходил один тот, тебя и сказал. Хочешь, ты меня не разбудил. Но я сказал, что ты молишься. Да ты же знал, что я сплю. Ну как же так святой, до днем спит. Это как же подумается. Если я сплю, говори, сплю. Ушел в туалет, говори, что я в туалете. Зачем мне твоя прекраска? Это ложь. Он отсюда ложь. Мы даже не замечаем лжок. Однажды решили проверить. Вот давайте я поставлю моментапон. Ну, матери прицепили на подолк. То ребенок около 400 вопросов задает в день. А человек, взрослый, около 400 раз лжок в день. Неправду говорит. Притом неправду он не задумывается, что это неправда. Говорит, не проверяя факты. Но мы иконы почитаем. Да, мы почитаем. Да ведь лжем. Мы их не почитаем. Почитать икону надо подражать тому, кто там изображен. Разобрать его биографию. Икону использовать можно на полную мощь. Это для людей неврамотных проповедь в красках. А у нас икону на полную мощь используют только две семьи ласточек. Уже тут на полную мощь. Тут они детей выводят. Посмотрите, на тайной вечере у них гнездо. На тайной вечере получена была жизнь. Это жизнь, говорит, даю вам. Так эту жизнь получают ласточки, а не мы. Рядом крещение. Ну, что за икона? Стоит на берегу Ян креститель. Как вы можете его крестить? Или рисует еще и драками, наполивает. Поэтому у него самое правильное использование, как используют ласточки. Они действительно там рождают. Вот я посмотрел и подумал, и извлек для себя вывод, что у ласточек мы можем многому поучиться. Таким был Иоанн Блатоуст. Я не закончил о характере Икрея, но он был вспыльчивый. Потом характер этот он свой сумел победить. И вот ревность о деле Божьем, борьба с еретиками, у него встала в полную силу. И он показал это всей своей жизнью. Ревность. Я Блатоуст был адвокатом. Теперь он стал ходатайствовать за бедных. Его биография мне очень и очень близка. Что заставило его обречать царицу Евдоксию? Всего ничего, недалеко от храма она поставила свою статую. И впереди ее селились. А он только что прибыл из ссылки. И он опять. Опять беснуется и радиада. Требует главы Иоанна. И он Иоанн, Иоанн Креситель Иоанн. И тут же шпики сразу донесли. И это будет последняя окончательная смертельная ссылка. На последний смертельный круг он зашел. Зачем ему это нужно было? Его обвиняли в том, что он не одевается ни в праздничную одежду. Ну в чем угодно. И обвиняли в блуде. А какие доказательства? Доказательств у меня нет. Просто разденьте и посмотрите на меня. Вот и все. Он показал максимум ревности о защите бедности. Ему говорили, да сколь ты будешь нападать на богатых? Он говорит, до тех пор, пока вы не перестанете угнетать бедных. Он оговорил одно и то же, одно и то же, пока не добивался успеха. Я не перестану напоминать вам, что Слово Божие в России утеряно было. Слово Божие не утеряно было, не дошло. Даже более того. Евангелист Матфеев передает нам слова Иисуса Христа. Евангелие от Матфея, 13,52. Всякий книжник, наученный Царству Небесному, подобен хозяину, который выносит из сокровищницы своей новое и старое. Что у тебя там было? По профессии, просто посмотри. Теперь используй сюда. В христианстве. У тебя музыкальный слух. Ты, может, в училище какое танк закончил. Поешь. Но те рулады, которые ты там выводил, там. Они хороши были. Ты за это мог получать деньги. Но в христианстве требуется другое. Более благоговение. Не писклявое. Ну ты спроси людей. Вам, скажи, нравится мое пение? Я пою как? Ладно прославляю Бога? Или, может быть, вы только терпите меня? Я знаю, что певцы, певищки, они очень обидчивые. Нервные. Как только сказал, что пение твое не настраивает на молитвенное состояние, а я и петь не буду, сразу. Они не улучшаются. А обида говорит как раз, что ты не проникся духом христианства. Обида – это не христианское дело. Проверяйте себя маленько. Я вот не спрашиваю вас, как моя проповедь нравится. Мне нельзя этого делать, спрашивать. И когда люди подходят и говорят, ну ты сегодня сказал. Этого говорить нельзя. Когда мы подошли, брат, он говорит, как ты сегодня сказал. Понимаешь, как вот кто-то хорошо. Он говорит, а ты уже не первый подошел. Когда я проповел, ко мне он тот уже подошел и сказал. То есть падший хирургим. Он уже меня похвалил, когда я еще проповел. Ты это второй после него подошел. Тебя коснулась, ты поблагодари Бога. Проповедники очень тщеславны. Легко подходит дьявол. Поэтому надо беречь и песок, и всех, кто служит здесь. Не похвари, а найди и дьявол. И подойди, скажи, ты мог вот это сказать? Почему ты здесь не обличил? Вот это полезно. То есть проповедников кревцов можно непрерывно чистить. Улучшать. Порок Исаия, 53 глава, 11 глава, стих называет «Вот раб мой, праведник Иисуса Христа». Слово «раб» это не унижение. И вдруг апостол Павел слово «раб», «раб греха» применил в слово «раб праведности». То есть из одного рабства мы переходим в другое. Евангелист Иоанн, 8 глава, 34 стих. «Всякий, делающий грех, есть раб греха». «Раб греха». Что вы здесь находите? Послание это написано было кремлянам. Очевидно, был грех. Я пересчитал вчера несколько раз сегодня. Господи, дай мне понять всю глубину писания. Толкователи ничего здесь не говорят. Да, действительно, это была печаль. Как передавали вы рабы в рабы нечистоте свои члены тела? Члены тела, язык, уши, чрево. А как чрево? Я там любил пить. А здесь не ешь, пастись. У христиан наоборот, все. Если человек готовится куда-то, ну, присядем перед дорожкой, посидим перед дорогой. Отправляются, значит, нам долго ехать, давайте пораньше, позавтракаем, часов в пять. Потому что нам сила нужна. А у верующих наоборот. Если ты готовишься к битве, перед битвой не ешь. Меня когда вы возили в суд две недели, я никогда не завтракал и за вечер оставался без обеда и не пил. У христиан наоборот. Не присядем, силу наберемся, а встанем и помолимся. У нас все наоборот. Евангелес Матфея, 26 глава, 41 стих, говорит, слова Христа. Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть в искушение. Дух бодрый, а твой немощный. И Галатам 4, 13. Я в немощи плоти был у вас, в немощи плоти проповедовал вам. То есть плоть признана немощной. И ожилотворить ее, даровать силу может только дух. И вот я посмотрел слово раб. В Библии встречается 1396 раз. А слово раб праведности один раз. Это надо же было, 1395 раз до этого сказанное. Апостол Павел Перевернул искал новые способы людей поднять. Но указывать на примеры не понимают. На себя показать, а что ты воспаляешься. Он говорит, я могу показать, что больше всех потрудился. Вот хвостун. Тогда он говорит, ну ты на себя посмотри. Вот как ты там мог делать. Переверни это все на божественное. Слово праведности встречается 448. Ну кто знает прогрессии. Одно на другое не умножать. Надо из этого брать. Речь идет о миллионах. Речь идет о сочетании слов этих. И он ни разу не встречаемое перевернул на одно и победил все. Все эти сочленения показывали на рабство греху. Рабство праведности нигде не провозглашалось. Надо быть рабом. Раб всегда делает то, что заповедует ему Господин. Иначе он будет бит. Он нарушает устав хозяина. Раны у него будут незаживающие. Пора нам завтра будет еще больнее бить. Апостол Павел перевернул. Вот так мы должны быть зависимы от Духа Святого на дела правильные. Я вам постоянно говорю свидетельствовать и другим о Боге. Премудрый Соломон в премудрости пишет 1-2-4 стих. В лукавую душу не войдет премудрость. Надо быть искренним. Не лукавым. И не будет обитать в теле в черном греху. Я считаю, слушай, памяти нет, показывает на голову. Я говорю, ты туда покажешь, пониже возьми. Здесь стерения нет. Я знал людей, не умеющих читать. Научившись в 60 лет только читать по складам. И у меня на суде была только одна душа, которая сказала, я все прослушивал, что он насчитал. И она как раз была малограмотная. Царственная небесная раба Божия Анатолина. И к ней обращались за советом. Она советом могла поднять любого человека. К ней приезжали спрашивать юноша и девушка. Мать благословилась, священник благословил. В другой области съездите к тете Тоне. Ко мне посылают их. Они друг к другу подходят. Нет, как у них жизнь будет. Ну я посмотрел, я говорю, они совершенно разные. Но я ей не сказал ничего. Только пришли, она говорит, идите обратно. Скорее к родителям, и чтобы больше никогда не встречались. Так все и получилось. Она вышла до другого заму, стала жилой смещенника. А он никакой с улицы. Премудрый фираж 23.10 говорит так. Ибо как раб, постоянно подвергается наказанию, и не избавится от ран, так и клянущица непрестанно именем святого не спасется от греха. Я подумал, а как к нам это относится? Это к исповеди. Мы ходим на исповедь. Каем все. И как пес на блевотину возвращается, говорит, на свой грех. И как вымытая свинья идет валяться в грехе. Это обман. У нас да, да, нет, нет. Покаяние предполагает отвержение греха. А не то, что пришло время, после я исповедуюсь, а завтра опять буду делать. Но если ты одной рукой кирпич ложь, а другой рукой со стенки сталкиваешь, что ты много построишь? Итак. Исследуем сами себя. И если не было никакой ревности, попросим ее. Бог силен и совершенно немощен. Совершенно ни к чему не пригодны сделать сосудами добрыми для служения в доле Господнем. Аминь. Аминь. Аминь.